Друзья, всем привет! Вы на канале ДжиДжи, меня зовут Влад. У меня вторая серия по эвакуации двух грузовиков с вот такого затопленного поля. Напомню, что вчера мы с вами приехали в эту локацию на специальном автопоезде, который я собрал из двух вот таких чешских машин. Одна была автотягачом с прицепом. Кстати, прикольный кадр. Сейчас только для пущей красоты включу маячки. А второй грузовик как раз в виде технички, опять же, для эвакуации. Первую машину, которую достаю, это Pacific 512. Машина, по сути, уже моя. Давайте, наверное, попробую подзавести его, чтобы он легче шел. Нет, топлива. Вытащу вот сюда на твердую поверхность. Мне, как я понимаю, нужно видеть его передние колеса, чтобы подцеплять. Никогда не грузил и не эвакуировал при помощи вот такой опции, обычно затаскивал в кузов. Но так как машина не маленькая, решил испытать новые возможности Татры. Интересно, получится подцепить-то. Да, кстати, смотрите, я заехал. О, его можно еще упаковать. Все по-взрослому, чтобы не отцепился. Хотя, с другой стороны, можно, наверное, было подтянуть его лебедкой. Так, а почему у меня не крутятся задние колеса? Может быть... Может быть, надо снять его с ручника? Так, распаковать надо. Пересесть. Здесь ручник. Давайте попробуем выключить. Может быть, это поможет? Ну чего, попытка номер два. Да, все, друзья, колеса закрутились. Теперь нужно приподнять сцепное устройство. И можно, скорее всего, двигаться. Ну вот, давайте повыше чуть-чуть, потому что Татра сейчас стоит в низине задней осью. Я тогда сейчас вытащу первый грузовик. Поеду забирать второй. И один из них мы сегодня с вами доставим. Вот, наверное, так и распределю, как планировал вчера. Более тяжелая машина поедет вот такой сцепкой. То есть, вот этот сервисный грузовик подтащит Тацифик. А вторая Татра автопоездом будет забирать у меня White Western Star. Как он там поднялся-то, а? Друзья, если что, напомню, Татры есть в DLC. Это определенная, ну так можно сказать, игровая машина. Она доступна. Но я пока еще не открыл и использую модификацию. А ссылка на мод, как обычно, будет в описании. Вчера не стал размещать. Мне показалось, машины одинаковые. Но один из моих подписчиков, Никита, обратил внимание, что у меня на грузовиках странный обвес. И мы выяснили, что вроде бы как здесь он есть, а на штатной машине его нет. Подъехал к грузовику номер 2. Сейчас аккуратно подцеплю его лебедкой. Подтащу к себе. Прямо, скорее всего, максимально близко. Буду сдавать назад. И по такому же принципу вытащу на более-менее твердую поверхность, чтобы подцепить. Так, случайно. Грузовичок, кстати, который тащу, очень неплохой. Я отлично на нем откатал еще, когда ездил исключительно на игровых грузовиках. Так что рекомендую. Его, по-моему, можно найти в самом начале игры на карте Дамба. Давайте, наверное, в этот раз я попробую подтащить его лебедкой. Посмотрим, работает ли такой способ. Да, вполне. Она еще немного поворотная. Видимо, чтобы, когда ехать, было удобно передвигаться со своим вот этим прицепом. Мне кажется, или чуть-чуть колесом она не заехала. Теперь переехала. Да что ты будешь делать? Закон подлости. Во! Идеально. Упаковать машину. Блин, опять у него не крутятся колеса. А как быть-то? Его-то с ручника я не могу снять. Так, давайте попробую подразвернуться немного. Ох, он еще и слезает у меня. Плюнул на это все, прицепил его лебедкой и вот на короткой дистанции вывез к тягачу. Друзья, напишите в комментариях, если кто-то пользовался вот таким типом кузова у Татры, что я делаю не так. На своей машине я отключил ручник, задние колеса начали крутиться. А с этой-то как? Да. Вот видите, entonces вот так вот. Возвращение в твою learnedом próxima с кафе. все загрузил давайте посмотрим как нам лучше ехать можно стандартно по вот этой дороге но это будет очень долго можно уйти вот сюда вдоль берега так вот здесь этот камень что-то как меня напрягает с той стороны мост я еще не сделал деревянный который маячил у меня всю прошлую поездку так а если вот сюда повыше через вот этот вот лесок там по-моему есть какой-то дорожный участок но мне по крайней мере это окажется и вот здесь между камней забраться давайте наверное так и сделаю попробую через лес главное чтобы там не было каких-то сильных подъемов и спусков иначе мы сядем на брюхо подзаправил уже татру видите у меня нет канистр на крыше только запчасти ну конечно загадка пока для меня как тогда эвакуировать игровые машины при помощи кузова татры с креплением под эвакуацию почему колеса не крутились отцеплял прицеплял вновь все равно они на стопе тяжело ей слушаться при условии того что кузов то большой татра мощная а white western он легче желтый сервисный ползет потихонечку слушать а есть там вообще какой-то проезд вроде бы есть на карте вот справа от камня подъем точно существует главное чтоб не был совсем резким иначе я прям сразу сяду на брюхо шли кстати получилось очень здорово я не видел и какого цвета цвета White Western, но при этом более-менее покрасил татру под цвет своего прицепа, а грузовик, который у меня сейчас в трейлере, он как раз схожего оттенка. Давайте вот здесь только попробую проехать, а то на камне там безвыходно. Да, какой-то цвет там есть, значит проезжать можно, не вижу, что за этими камнями-то, чуть-чуть перевел время, куда ведет эта дорога, а там тоже небольшой речной Бронду и пересечение вот этой речки, или что это, заводь. Осторожно. Так, слушайте, а здесь вот какая-то развилка, значит вдоль берега дорога существует. Но меня, конечно, смущает вот этот камень огромный. Так, вот здесь я проезжаю, сверху никак, значит только через низ. И можно наверх вот сюда. И вот там уйти тоже вниз. Нет, давайте попробую все-таки вот сюда повернуть. А с камнем что-то решим, потому что берег широкий, если что подразвернусь. Блин, по-моему, я не заеду, задену трейлером елку. Надо сдавать назад, брать больше заход. И по большему радиусу пытаться подзавернуть. Блин, по-моему, я не заеду. Здесь я абсолютно не ездил. Так, осторожно. И, конечно, что там за маршрут, что за дорога, мне остается только догадываться, но зато вместе посмотрим. Главное, чтобы по геометрии, как я говорю, прошли. Так, здесь аккуратно с прицепом. Проехали. Так, вот здесь буду держаться левее. Не застряли. Дерево. 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 Небольшой спуск Тут надо осторожно, чтобы стойками не задеть Не, не задел Но пока все выглядит очень безобидно Неплохой кадр Заберу к себе в копилку Единственное, найду ракурс Смотрите, там такая базовая вышка Скала, небольшая речуха И огромный тягач 8х8 Я, наверное, вот сюда к дереву поверну Вдоль берега вроде можно проехать у камня Еще и какое-то старое дерево торчит Блин, я уже в высоком положении Думал приподнять грузовик чуть повыше А на нет, не получится Стойки трейлера прошли Теперь главное, чтобы не подзвалился Есть небольшой уклон Хотел сфоткать, но что-то как-то не сыграл у меня кадр Продолжение следует... Продолжение следует... Кадры, конечно, здесь ловить и ловить Кстати, вот вчера, пока ехал Сам смотрел на два варианта бамперов У одной Татры и у другой Вам какой больше нравится? У вот этой машины или все-таки у технички? Я вот смотрел, смотрел И сегодня, когда сел за руль сервисного грузовика Все-таки та машина мне нравится чуть больше, чем эта Так, огромное количество булыжников Я что-то думал, что мне к этому домику А оказывается, дальше Неплохая визуальная карта Я уже вам говорил, кто смотрит меня регулярно Мне нравятся побольше вот такие пейзажи Чем карты восьмого сезона Так, вот здесь надо быть осторожным Иначе сейчас можем Поймал Смотрел на трейлер И чуть не засадил мордой тягач Так, что-то как-то Камней становится много Я боюсь, я не выверну Вот сейчас нужно смотреть внимательно Сел прицепом Не, вообще не вариант Слушайте, может быть тогда попробовать по песочной части Здесь важно следить за наклоном прицепа Я поэтому сразу вот в эту сторону-то и не стал поворачивать Меня немножко Это напрягает Выверну тягач относительно прицепа Чтобы была такая небольшая буква Г Возможно, поможет Хотя, блин, здесь тоже булыжники огромные При условии, что Татар-то Не компактный грузовичок Вывернение Вывернение Настоять Еще один небольшой переезд Выглядит очень хлипко Кстати, была бы крутая идея, если представляете Так, слишком тяжелый грузовик Слишком хлипкий мост И он в какой-то момент может раз И в воду Идея прикольная Друзья, мы, по-моему, уже почти приехали Ловлю все разные кадры Если этот выпуск вам понравился Не забудьте поставить лайк Если еще не подписаны на канал Самое время это сделать Ну а я буду с вами прощаться Всем удачи, всем пока и увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому